Ну что, дорогие друзья, всем доброе утро! Доброе, добрейшее, веселейшее утро! И мы в прямом эфире продолжаем изучать Тору. Мы изучаем Тору. Тора – это переводится «учение». Учение, которое свет, а не учение, которое тьма. И мы заканчиваем сегодня изучение книги из святых писаний. Святые писания, священные, можно сказать, писания. Это Медилат Эстер, Свиток Эстер. Значит, Свиток Эстер мы заканчиваем как одна женщина. Можно сказать, одна женщина спасла целый народ. Целый народ она спасла тогда, Медилат Эстер. Это очень интересно. Вот сейчас Международный Женский День скоро приближается. И как раз 8 марта. 8 марта, в какой-то из годов, когда это все придумали, это совпадало с Пуримом. Я слышал такую легенду, такую историю, что вот был в этот день этот праздник. И вспомнили, что действительно от женщин очень много в жизни зависит. Очень много в жизни зависит от женщин. И можно сказать, все зависит от женщин, можно так сказать. Потому что не было бы женщин, не было бы никого. И, значит, мы изучаем вот эту вот историю уже 2400 лет. Дошли мы до 10 главы. 10 глава, сегодня мы ее заканчиваем. И глобально мы сейчас ее еще раз обсудим в конце. Значит, 10 глава. 10 глава говорит нам, значит, написано так. И поставил царь Ахашвирош на лоде, на землю и на острова. Значит, как мы знаем, начинается медиаэтосфер в первой главе, что и было во времена Ахашвироша. Ахашвирош, говорят в Википедии, что Ахашвирош это или Артаксеркс, или Ксеркс. Сложно сказать. В то время была огромная империя. Представляете, 127 было в ней подвластных таких областей государств. Говорит Вилен Стигаон, что было 100 на суше, и 27 это были островные государства, как Кипр, Крит, вот эти вот все острова такие. Значит, и он властвовал над всеми этими государствами. Вначале он властвовал над ним, потом над семью, потом над двадцатью, потом над ста двадцатью семью. И заканчивается как раз медиаэтосфер, что Ахашвирош, он на них на всех поставил налог, дополнительный налог, то есть он со всех них собирал деньги. Что такое царь? Царь это кто со всех собирает деньги, и он защищает царской своей властью. Своих он защищает, чтобы никто на него не нападал, и от внешних он тоже защищает. Теперь дальше. И все вот это вот... Значит, и все вот это вот то, что мы изучили с вами, да, это дало силу и мощность, и, значит, возвеличило Мордыхая, которого поднял царь, которого поднял царь. Значит, интересно, что говорит Веленский Гаун, что когда написано царь Ахашвирош, имеется в виду именно этот царь Ахашвирош. А когда написано царь, просто царь, типа как вот на английском было бы the king, да, как определенный артикль, а на иврите амэлех. Это имеется в виду бог. Бог царь царей. Теперь, значит, и казалось бы, Мордыхая, кто поднял на величие, он стал премьер-министром. Казалось бы, его поднял кто? Царь Ахашвирош. Но, нет, мы-то знаем, что на самом деле, если человек поднимается, его кто поднимает? Всевышний, Бог. Если человек опускается, его кто опускает? Сам человек. Кстати, интересно, что когда спрашивают, а вот как соединить эти две идеи? 100% ответственность человека и управление Богом. Очень просто они соединяются. Бог, он управляет всем мирозданием. То есть, все мироздание, оно идет по его законам. Это как механизм такой, который он создал и в котором он поддерживает жизнь. То есть, механизм этот существует только потому, что Бог, Создатель, Творец, он его создал и держит. Но есть еще тот, кто Создатель и Творец, то есть у человека с ним личный контакт через молитву. И когда человек, он сильно, вот прям по-настоящему входит в контакт с Богом, то он может достучаться до того места, ну, грубо говоря, да, я очень грубо объясняю. Он может, человек, своей молитвой дойти до того места, от которого начинается структура. И Всевышний это мы называем чудом. Он делает для человека изменения, вот для конкретного человека, который сумел в духовном плане прямо выстрелить, да, и соединиться со Всевышним. Всевышний может для него сделать чудо, изменить привычный порядок вещей. Теперь, а что такое наказание Всевышнего? Ведь Всевышний добрый. Ну, здесь все работает именно точно так же на стопроцентной ответственности человека. Человек выбирает сделать какое-то действие, которое Всевышний сказал делать нельзя. Например, вот простое действие, я на простом примере объясняю. Человек решил плюнуть против ветра. То есть он решил прямо, он плюнул против ветра, а ветер на него, его тоже он плюнул, обратно дал. Так кто получается, его что, наказал ветер или его наказал Всевышний? Нет, этот человек сделал действие, которое идет против законов мироздания и получил отдачу. То есть то, что он плюнул, на него же и пришло. Теперь, значит, здесь написано, что поднял Мордыхая Мелых, царь. И все вот эти вот события, которые мы изучили уже в предыдущих девяти главах, они были записаны в книгу Деврея Мим. Это книга летописи, да, есть такое понятие летописи. Раньше вот слово о полку Игореве, там это летопись, да, то есть были разные летописи. Они описывали, описывали они как события, которые происходили. И была записана вся эта история в летописи для царей Мидии и Парсии. Потому что Ахашвирошин был из царей Мидийских и Персидских. И у них была своя вот эта летопись. Ти Мордыхай Иуди, потому что Мордыхай еврей, Иуди это еврей. Мишнелли Мелых, он был заместителем для царя Ахашвироша. Вегадолли Иудим, он был большой для евреев, он был большой для евреев, то есть он был один из самых великих в народе Израиля. И он был желанен для большинства своих братьев. Это очень интересная фраза, мы сейчас ее разберем. Был он желанный для большинства своих братьев. Он старался принести добро своему народу. И он говорил шалом, говорил мир всем людям, всему потомству его. Значит, давайте разберемся сейчас. Все, мы закончили изучение Медилат Эстер. Отлично, это очень важно. Значит, закончили мы изучение Медилат Эстер в четверг вечером во всех синагогах мира. В четверг вечером во всех синагогах мира, без исключения, во всех, вообще представьте, уже на протяжении 2400 лет назад, в этот четверг вечером будут читать Медилат Эстер вечером. И в пятницу утром будут читать Медилат Эстер утром. Это вот, представляете, идет без перерыва 2400 лет, как было постановлено во время этих событий. Мы сейчас уже, те, кто вместе со мной изучали, поймут глубже, что там было. Кстати, у евреев есть обязанность идти в синагогу и слушать чтение Медилат Эстер вечером и утром. Обязательно надо это сделать. И, значит, вы можете посмотреть все предыдущие уроки, чтобы быть в курсе того, о чем там говорится. Теперь давайте вот разберем некоторые такие глобальные уроки, которые мы могли выучить за вот эти вот 10 глав. Первый глобальный урок, который мы могли выучить за эти 10 глав, что человек, он не видит дальше своего носа. То есть он видит какое-то событие, и вот он видит маленький-маленький фрагментик мира, и он вообще не знает даже, это к добру, это не к добру. Например, Аман, он радовался больше всего, в момент, когда он радовался больше всего, оставался всего один день до его смерти. Представляете? То есть он поднялся на самую вершину славы, он думал, все, вот вообще вот теперь наступает для меня эра, там вообще моя эра. На следующий день ему повесили. Теперь весь еврестий народ думал, что их 13-го Адара уничтожат, и они полностью уже написали, завещание некому писать, всех уничтожат. И они молили Всевышнему, может как-то ты нас простишь, бах, 13-го Адара, все перевернулось, и наоборот уничтожили всех врагов и евреев. То есть первое, что мы видим, что человек, он не знает абсолютно, даже то, что он видит, он понять не может. Представляете, какая вообще интересная мысль, что то, что человек видит, и даже то, в чем он уверен, что с ним произойдет завтра, по факту этого может и не произойти. То есть мы все живем в некой иллюзии мира, и каждый строит своей верой, каждый своей верой поддерживает вот эту свою иллюзию. Это первое, что здесь понятно из Медилат СТР. И прямо написано, что, зачем написано Медилат СТР, в девятой главе написано, что, чтобы видели, значит, сейчас, вот тут так написано, значит, вот, написано так. Азот ума Рау Аль Каха, ума Иди Алим. Что они видели, что они видели, участники ситуации, и что на них пришло. То есть мы, когда рассматриваем вот эту всю историю, она длилась, между прочим, 12 лет, от момента, когда он стал царем, до вот этого момента, где она закончилась, 12 лет прошло. И мы видим, так как нам это же, это пророчество, то есть эта книга, она пророчество, мы видим всю ситуацию, как в разрезе. Что было, что кто думал, на что он надеялся, что ему приходило и за что ему приходило. То есть мы разобрали всю эту историю. Значит, первое, непонятно, что будет. Второе, все, что есть, управляется царем царей. То есть есть создатель мироздания. Весь этот мир очень структурирован. Есть законы, по которым идет этот мир. Главный духовный закон, это та мера, которую человек меряет другим людям, меряет ему с неба. Тот, кто хочет убивать, уничтожать, тот на себя навлекает убийство и уничтожение. Тот, кто хочет спасать, помогать, приносить пользу, он получает для этого ресурсы и приносит пользу. То есть мы здесь видим очень четко, что та виселица, на которой Аман хотел повесить Мурдыхая, на ней же повесили его. Это очень важный урок, который, ну вот если его понять и осознать, то он может изменить жизнь. То есть когда человек изначально, глобально, он настраивает себя на то, чтобы от него исходило только добро, от самого человека, то тогда он создает предпосылки, чтобы в его жизни было только добро. Когда человек, он включает зло, то он может быть уверен на сто процентов, что он не избежит зла. И это работает прямо вот как часы, как механизм такой. Да, правда, конечно, вот спрашивает Виталий Амельчук. Правда, что Аман был потомком Агага, это был царь Амалититян, которого убил Шауль. Его прямо здесь медилает Эстер, когда упоминают Амана, его так и называют Аман Аагаги. То есть он потомок Агага, того царя, которого, царя Амалититян, которого должен был убить Шауль. Царь Шауль, он его пожалел, и за ту одну ночь, которую он был до того, как его убил пророк Шмуэль, вот этот Агаг, царь Амалититян, он успел сделать каким-то образом потомство. И вот этот Амалек, Аман, это был из его потомства. Значит, первый урок, еще раз, мы не знаем, как будет. Второй урок, что мера за меру, все, что человек делает, к нему возвращается. Называют это в современном таком мире эзотерическом, закон бумеранга, что мы создаем ту реальность, в которой мы живем, но это факты, это божественная реальность. Третье, что мы отсюда видим, вот здесь мы как раз подошли к концу, и здесь Веленский Гаон разбирает сущность Мардыхая, который был спасителем евреев, можно так сказать, но он же был и причиной того, что это все произошло. Вот смотрите, если мы рассмотрим некую схему, значит, Аман становится, злодей Аман становится премьер-министром. Да, действительно, в жизни бывает так, что злодей преуспевает. Почему он преуспевает? Он наглый, он беспринципный, у него есть, для него не существует законов, и поэтому он может, как может человек украсть, например, да, он может, вот, например, любой человек может украсть, я не знаю, 100 тысяч долларов. Я могу рассказать, как. Хотите? Значит, смотрите, вы, любой человек может записаться на тест-драйв машины за 100 тысяч долларов, сесть в машину и на ней уехать. Все, уехал он на этой машине, и что, долго он на ней проездит? Нет. Его владение предметом стоимостью 100 тысяч долларов, который ему не принадлежит, продлится 5 минут, 10 минут, пока его не поймают и не посадят в тюрьму. То есть мы видим, что в этом мире, если ты делаешь действия, ты забираешь у кого-то что-то, то ты можешь какое-то время этим попользоваться, но потом, потом на тебя накрывается расплата. Теперь Аман, он залез на власть, и в этот момент он увидел Мурдыхая. Кто такой был Мурдыхая? Мурдыхая это был Талмит Хаха, мудрец Торы, который жил только по законам Бога. Вот что Бог сказал делать, я делаю. Все. И вот сидит Мурдыхая, и вот этот вот Аман, перед ним все падают ниц, а Мурдыхая не кланяется. Почему? Он говорит, у него идол на костюме. Ему говорят, ты подумай, сейчас тебя убьют из-за этого. Он говорит, нет, по Торе служить идолам нельзя, даже если тебя из-за этого убьют. Все, нельзя, я не буду кланяться. Ему говорят, слушай, ты же, он же на тебя разозлился, он сейчас на всех евреев разозлится. Он говорит, нет, в Мишле написано, сказал царь Соломон, что нет никаких там мудростей, премудростей, чтобы нарушить волю Всевышнего. А я волю Всевышнего по-любому не нарушу. Хорошо, начинается вся эта история, письма во все страны, евреев уничтожить, евреев об этом узнают. Казалось бы, страшная вещь, страшная вещь, все думают, все, нас убьют, что же делать, что же делать. И в этот момент обращается к Всевышнему. Написано, что в Пурим приняли на себя служить Всевышнему, значит приняли то, что когда-то получили Тору, но в Пурим, это когда человек, например, ему больно или ему страшно, или он умирает, да, то он в этот момент молится с такой силой, что просто, вот я слышал такое выражение, в падающем самолете атеистов нет. В падающем самолете, я сам лично наблюдал, когда начинается сильная турбулентность, вокруг все начинают молиться. Это очень удивительно, я это выражение слышал, и когда я попадал в турбулентность, я все время наблюдал, как ведут себя другие люди, все начинают молиться. Потом, значит, получается, что евреи из-за того, что, казалось бы, пришла на них такая неприятность, такая страшная вещь, всех уничтожат, но они все приняли на себя вернуться к соблюдению заповедей, соблюдать заповеди, молиться Всевышнему, хорошо относиться друг к другу, потому что если всех убьют, то как-то это сплачивает. И в итоге, в итоге это все повернулось на праздник, который длится уже 2400 лет, самый веселый праздник в году, самый веселый праздник в году. Теперь дальше. Вот этот вот Мордыхай, про него говорит Вилен Стигаон, что у него было пять качеств, пять качеств, которые необходимы человеку для того, чтобы реализовать максимально свой божественный потенциал. Какие качества? Смотрите, первое качество. У него была хохма, божественная мудрость. Что такое божественная мудрость? Вот мы сейчас изучаем божественную мудрость. Это не те аксиомы, которые, они, ну непонятно, вот почему Бог так сделал. Вот он так сделал. И когда человек знает, что такое добро, что такое зло, что Бог хочет, какие есть заповеди и так далее, то есть это все называется божественное знание, которое является именно постановлением царя. Вот у меня был всегда вопрос такой на Всевышнего, да, вот с детства. Не с детства, когда начал соблюдать уже. Вот мне было интересно, вот почему Всевышний сделал человеку всего лишь две руки? Почему нету третьей руки? Была бы удобно, вот, чтобы была вот тут посередине третья рука. Почему? Ну, то есть, да, а если бы было пять рук? Представляете, как удобно. У тебя есть две руки, вот тут вот еще одна рука и сзади еще две. И ты можешь, например, если яблоки собираешь, то ты пятью руками собираешь яблоки. Насколько было бы удобней. Но Всевышний сделал, вот мы привыкли, что у человека есть две руки, две ноги, два глаза. Мы привыкли к этому, но это все постановление. Вот Бог именно так сделал мир, потому что он Бог, он создатель, он творец, он мироздание запустил по вот этой вот программе, да. Теперь, значит, хохма, божественная мудрость, это когда ты знаешь, что Бог хочет. Это называется, и это было у Мордыхая. Откуда это получается? Божественную мудрость получают только от Бога, только через пророков. Человек не может сам додуматься, почему у человека две руки. Он может или увидеть, или узнать, что Бог так сказал, так и будет, да. Вот Светлана Шиченко говорит, было бы классно, если бы были еще ноги, как у тенгуру, вообще было бы замечательно. И я бы еще не отказался от шерсти, как у шиншиллы. Представляете, было бы удобно, если бы человек был такой мягкой шерстью покрыт, тепленько так ему было. Зимой тепленько, значит, летом, ну летом, не знаю тогда, как шиншиллы себя летом чувствуют, я не знаю, но зимой было бы удобно иметь такую мягкую-мягкую шерсть. Но Бог нас сделал такими, какими сделал, поэтому это постановление, это божественная мудрость. Теперь второе, что было у Мардыхая, и то, что необходимо каждому из нас, это называется бина. Бина – это сообразительность. Что такое сообразительность? Это умение выстраивать причинно-следственные связи, но при этом знать, что это ты их сам выстраиваешь. Понимать вещь из вещи, сопоставлять, создавать. Есть логика, да, есть умение из информации, которая у тебя есть, делать выводы. Вывод – это свойство ума, когда ты делаешь вывод. Например, есть выводы разные. Вот есть выводы, например, самая для меня известная история, как одна женщина, она жаловалась на своего мужа и говорила, что он ее не любит. Ее спросили, почему, откуда вы знаете? Он вам это говорил? Нет, говорит, что любит. Откуда вы знаете, что не любит? Потому что он мусор не выносит. Говорит, что любит? Да, но я ему не верю. А почему вы думаете, что не любит? Потому что он не выносит мусор, это значит, что он не любит. То есть, это неправильная логика. То есть, она взяла некий факт, что он не выносит мусор, и сделала из него вывод, который вообще к этому не имеет отношения. А его слова, которые он говорит «я тебя люблю», она сделала вывод, что «я это не верю». Это называется свойство ума «бина». «Бина» — это умение строить реальность. То есть, есть люди, у которых это качество очень сильно развито, и они делают многоходовые комбинации, просчитывают. Есть люди, которые делают многоходовые комбинации и ошибаются всегда. При этом они почему-то делают вывод, что они умные. То есть, это называется качество ума «бина». Третье качество ума, которое было у Мардыхая и которому нужно стремиться, называется «даат». «Даат» — это восприятие, или, назовем это так, познание. То есть, когда у человека есть аксиомы, исходные предпосылки, некая информация, в которую он верит, как есть божественная информация, а есть просто человек верит каким-то другим данным. Дальше. Он из всего этого делает выводы. Постоянно мы делаем выводы. Или пользуемся выводами, которые сделали когда-то. Большинство людей когда-то наделали себе выводов. И, значит, на этих выводах старых живут. То есть, они пользуются, знаете, как Windows 98. То есть, он уже сегодня живет, ситуация полностью изменилась. А он все верит в то, что когда-то поверил и сделал когда-то выводы. В итоге каждый получает некую картину мира. Причем, интересно, никто же друг другу в голову не заглядывает. А ведь у всех людей разная картина мира. Вообще люди абсолютно по-разному воспринимают окружающий мир. То есть, мы можем смотреть на одну и ту же картинку, находиться в одной и той же комнате, но при этом все воспринимают разную картинку. И вот это восприятие, которое человек у себя в голове выстроил, называется его даат. Даат. Понимаете, интересная вещь. Теперь, я когда-то проверял, я очень интересно, у меня был такой опыт, эксперимент. Я когда-то на тренинге сделал такой эксперимент. Вот сидела группа, там около 30 человек. Я им показал ролик. Говорю, давайте посмотрим ролик. Две минуты. Все мы сидим в зале, смотрим видеоролик. Выбрал ролик, абсолютно случайно, случайный ролик. И говорю каждому. А теперь напишите, пожалуйста, пять вещей, на которые вы обратили внимание в этом ролике. Как вы думаете, какой был смысл в этом ролике? Что хотел сказать тот, кто этот ролик создавал? Третий был вопрос. Третий был вопрос. Какие у вас возникали ассоциации? На какие мысли вас навел этот ролик? Что вы думали в момент просмотра ролика? И четвертый, четвертое. Это как вы думаете, почему я именно выбрал этот ролик? И каждый написал ответ на эти четыре вопроса. И потом я людям говорю, а теперь поделитесь, пожалуйста, друг с другом, что вы видели. Мы все сидели две минуты, смотрели один и тот же ролик. Когда они, каждый рассказал, что они видели, что они думали, какие были ассоциации и свое предположение, почему я это создал, почему именно этот ролик дал, то все, конечно, удивились. Все смотрели одно и то же, воспринимали все абсолютно разное. На ответ, почему я именно этот ролик выбрал, никто, ни один человек в зале из тридцати не угадал. Да, все предположения были неверны. Можете себе представить? Вот это называется даат. Восприятие мира. Каждый живет в своем восприятии мира, которое строит на базе исходных предпосылок некие аксиомы, по которым он живет, некие выводы, причинно-следственные связи, которые он делает. И в итоге каждый получает некую картину мира, которая окрашивается иногда в розовый цвет, когда человек хорошо себя чувствует, иногда в серый-черный цвет, когда ему плохо. И каждый живет в своем мире. Теперь у Мардыхая были три вот эти качества ума. Были развиты идеально. Божественная мудрость, бина и даат. Познание. Он был на уровне познания. В Мишле мы учили такое выражение, что если ты будешь искать связь с Богом, как люди ищут серебро, если ты будешь искать связь с Богом, как люди ищут сокровища, то есть с такой силой, аставин и раташем, тогда ты поймешь страх перед Богом, то есть ты через трепет перед Богом, ты с ним соединишься, потому что когда ты видишь какого-то человека влиятельного, у тебя уже вау. А когда ты с Богом соединишься, тебя просто накроют от трепета. И ты узнаешь, что да, ты с Богом соединился, и ты, даат, познание Всевышнего, ты найдешь. То есть, когда у человека есть стремление соединиться с Богом, в какой-то момент Бог ему открывает, и у него картинка мира становится адекватной, настоящей. То есть, это появляется Божественный Дух, и он начинает видеть мир в истинном свете. Теперь у Мардыхая было три этих вещи. Хахма бина даат, и у него есть еще две вещи, которые необходимы человеку для самореализации своего потенциала. Что это за две вещи? Маасим тувим. Добрые дела. Добрые дела это умение, ну не просто умение. Так, секундочку. Это я вам рассказываю сейчас Веленский Гаон, и вот тут у меня сейчас возник один вопрос. Да, значит, добрые дела это выражение, то есть, каждый человек, он в этом мире что-то делает для других людей. Мы все связаны друг с другом, то есть, каждый человек связан с людьми. И вот это качество делать добрые дела, помогать людям, то есть, быть человеком дающим, который приносит пользу другим людям, это обязательно условие самореализации человека. Был такой великий мудрец Саба Миновардак, он был великий еврестий мудрец. Он в какой-то момент, он ушел, как стал отшельником, он спрятался в дом и не выходил из него два года. И другой ему мудрец, Саба, старец из Кельма, он ему говорит, послушай, говорит, ты не можешь так себя вести, по той ли ты должен жить среди людей, должен делать добрые дела, должен выполнять заповеди, очень много заповедей, связанных с другими людьми. Он говорит, нет, сказал царь Давид в псалмах, сур мира отодвинься от зла, вео сетов, и делай добро. Он говорит, я чувствую, во мне еще я не полностью очистился от зла, как я могу с людьми взаимодействовать, если я еще, во мне есть там какие-то качества, зависть, какие-то я могу плохое слово сказать, кого-то обидеть. Значит, я не хочу заходить в опасную зону, общаться с людьми, где я могу проявить свое зло внутри. Тот ему говорит, нет, говорит, нельзя так делать. Человек создан, жить среди людей, должен приносить пользу, в общем, он его уговорил выйти из этого отшельничества. И Саба Миноварда, когда вышел, он открыл в течение года, я не помню, или 200, ну, в общем, точно больше 100 ешив, где изучали Тору, и более 2000 человек учились в его тех заведениях, которые он открыл. Он был совершенно уникальной силой человек. И сейчас все главы мира и шив, это как раз его воспитанники, вот той системы, которую он открыл после того, как вышел из отшельничества. Значит, у Мардахая было три качества ума, Маасим Тувим, добрые дела, и пятая вещь, которая человеку необходима. И говорят, что она даже важнее, чем знание Торы, чем выполнение заповедей. Что это такое? Это, что это такое? Это Медотто Вод, хорошие качества. Хорошие качества, это имеется в виду качество человека, то, что у него в сердце. Доброе сердце важнее всего. Почему? Потому что, например, есть такое выражение в Талмуде, тот, кто гневается, он как будто бы служит идолам. То есть, получается, что человек, он может выполнять заповеди, верить в Бога, все. Но в момент, когда он начинает гневаться, у него включается та его часть, которая называется как идолопоклонник. То есть, он выступает против Бога, против людей. Гнев его сжигает и съедает и уничтожает. Поэтому пятая вещь, которая человеку необходима, это хорошие, добрые качества характера. Которые выражаются в добрых делах и которые выражаются дальше. Знание Торы, это хохма. Умение, логика, сильная логика, сильное размышление, изучение реальности. Не реактивное, а такое рациональное, умное поведение. И последнее, это дат. Тогда у тебя будет прямо восприятие мира. Идеальное, наполненное добром и будет все хорошо. Все. Мы, значит, изучили, изучили мы сейчас Меделат СТР, чтобы заслуга от изучения Меделат СТР помогла всем нам иметь больше добра любви внутри и больше добра любви снаружи. Потому что, в принципе, все люди стремятся к одному. Чтобы было хорошо. Все хотят, чтобы было хорошо. Просто, знаете как, был такой Черномырдин. Такой был Черномырдин. Премьер-министр России, он говорил так. Он говорит, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть, очень часто люди хотят как лучше, но пытаются добиться этого лучше, нарушая все возможные правила движения, поведения, духовные законы и так далее. И вместо лучше получают что? Получают плохо. Поэтому, чтобы мы все стремились к добру, но именно добрым путем, знали, как делать добро и получали, как следствие, воздаяние добром. Все. Удачи, успехов всем. Я подумаю, что мы начнем изучать дальше. У меня есть два варианта. В общем, завтра приходите, узнаете завтра, что мы будем изучать. Все. Всем удачи, успехов. Пока. С 10 до 10.20 будем изучать Тору. Счастливо.